Здравствуй, дорогая церковь! Приветствую тебя любовью Господа Иисуса Христа! Здравствуйте, драгоценные, возлюбленные дети Божьи! Как прекрасно в это воскресное утро собраться вместе перед лицом Господа! Кто-нибудь скажет Аллилуйя! Это так здорово, что мы собираемся вместе! И мы сегодня присоединились к вам, потому что мы очень сильно соскучились! Мы действительно хотим быть рядом с вами, наши сердца с вами! Хотя телом, возможно, мы здесь, но наше сердце, наш дух вместе с вами! В прошлое воскресенье я смотрела все собрание в прямом эфире, я была в восторге! И просто чувствовала в моем сердце такую печаль, что я не с вами, что я разделена расстоянием! Мы любим вас, ценим, благословляем! И мы хотим, чтобы любовь Божья была в ваших сердцах! Поверни соседу и скажи, Господь благословит тебя! Господь благословит тебя! Тебя тоже! Слава Богу, дорогие! Слава Богу за эту возможность, что мы можем сегодня послать вам это маленькое приветствие, маленькое слово ободрение, потому что наши сердца с вами, и мы вместе соединяемся в этой молитве и в общении перед нашим Господом Иисусом Христом! Мы желаем, чтобы через этот эфир вы почувствовали любовь Божью, коснулся Дух Святой в вас, чтобы любовь Божия Духом Святым излилась в ваши сердца! И в этой молитве, которую сейчас мы будем делать, чтобы Господь прикоснулся к вам, и чтобы через эту молитву вы пережили присутствие Божие! Так важно, что мы знаем о том, что Господь любит нас, Он пребывает в нашей жизни, Он нас обожает, Он не может жить без нас, и так важно осознавать, что мы можем в ответ давать Ему эту любовь, любить Его больше всего в нашей жизни, и как сказано в Писании, две заповеди это основные, это любить Господа всем сердцем, всем-всем-всем, что у нас есть, И, конечно же, любить ближнего своего, как самого себя! Любить друг друга! Аминь! Аминь! Я переживаю на себе любовь от нее постоянно! А я от него! Ну и, конечно же, мы любим вас всем сердцем, мы хотим, чтобы вы ощущали любовь, мы не покинули вас, мы не бросили, мы вместе, мы одно целое! И я произвел гигантское путешествие, я потом расскажу чуть позже! А сейчас мы хотели показать вам одно видео из серии «В мире животных»! Вы знаете, там потрясающий кадр будет, как маленький медвежонок спасается от этого пумы, которая хочет его съесть! Посмотрите, и какой финал, разрешение, какой будет интересный конец! Итак, мы представим это потрясающее видео, я думаю, что тебе потом понравилось! Я когда смотрела, вы знаете, я аж прослезилась, настолько прочувствовала! Даже у меня слеза пробила! Настолько я прочувствовала, надо до конца досмотреть, вот там просто финал потрясающий! Просто, аллилуйя, вам понравится! Я не буду забегать вперед, вы посмотрите, вам понравится! Давайте прямо сейчас, мы сейчас включим, и вы посмотрите это видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 Не убоюсь я помы, несущиеся за мною, не убоюсь я гепарда и зла, не убоюсь я человека. Вы знаете, в священном писании сказано, боязнь перед людьми, это притча, 29 глава, 25 стих. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен, а надеющийся на Господа будет безопасен. Потрясающе. И слава Богу, когда мы надеемся на Господа, в другом месте написано в псалмах, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Боязнь перед людьми, вы знаете, вот медвежонка была, боязнь перед этим хищником, который готов был его съесть, и он бегал, он старался что-то сделать, но его сила не в быстром беге, хотя быстрый бег ему помог, иногда нужно быстро бегать. Его сила была не в том, что он сопротивлялся, но его сила была в том, что за ним стоял кто-то большой, и за нами, дорогие люди, стоит кто-то большой и великий. Тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире, больше того, кто в этой пуме, который пытается порвать нас на кулачья. И очень важно, дорогие, нам не забывать взывать Господу во всех обстоятельствах, нуждаться в нем, быть нищими духом, искать Господа во благе или в тяжелых ситуациях. Но он всегда нам нужен, он наш утешитель, он наш защитник, он наша мудрость, он сама жизнь для нас. Ну что ж, давайте помолимся, и я хочу помолиться о том, чтобы Господь дал вам утешение и защиту, защитил вас на пути. Церковь, вы готовы молиться? Если вы готовы, скажите Аминь. Аминь. Слава Господу. Ну что ж, если вы готовы молиться вместе с нами, если ты хочешь молиться вместе с нами, дорогой человек, вместе мы одно целое, мы тело Иисуса Христа. Давай помолимся сейчас и будем просить у Господа защиты. Мы не боимся людей, мы претерпещем перед Господом, мы уповаем на Господа. Тот, кто надеется на Господа, тот будет безопасен. Это Писание пришло ко мне сегодня. Еще раз прочитаю, боязнь перед людьми ставит сеть, люди запутываются в сетях, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Иногда, что происходит в нашей жизни, когда мы беспокоимся о том, что скажут о нас люди, что о нас подумают, когда мы попадаем в какие-то ситуации. Это как сети для нашей жизни, для нашей души, а когда наш взор мы направляем на Господа, тогда все происходит по-другому. Все меняется и помощь от Господа приходит в нашу жизнь. Чувствуете ли вы здесь присутствие Божие? Давайте помолимся вместе и будем обращаться к Господу в этой молитве и попросим, чтобы Бог благословил. Давайте вместе склоните вашу голову и будем молиться. Господь, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе и мы просим Тебя, всемогущий Бог, благослови каждого человека. Мы молимся и просим, Боже, благослови, благослови тех людей, которые прямо сейчас вместе со мной молятся в этом эфире. Я прошу Тебя, Господь, пускай уйдет всякий страх перед людьми, пускай уйдет всякий страх перед обстоятельствами и пускай наши сердца надеются и уповают на Тебя. Мы молим Тебя, Боже, прикоснись к каждому человеку. Помощь наша в имени Господа. Господь, пожалуйста, мы сливаем к Тебе, потому что в Твоем имени есть Слава, в Твоем имени есть наша защита. Покровительство – это великое имя Иисуса Христа открыто для нас. И мы уповаем на Тебя, Господь. И просим Твоей защиты, просим, Господь, Твоей помощи во всех обстоятельствах. Что бы ни происходило в наших жизнях, мы знаем, что Ты смотришь за нами, что Ты заботишься о нас. И о каждом человеке, о каждой драгоценной душе, Господь, Ты заботишься о каждом Своем Сыне и Дочери. И я прошу Тебя, Отец, если кто засомневался, если кто испугался, то пусть утешение и поддержка придет от Тебя. И я прошу Тебя, Господь, вдохновение, крепость и сила за каждого человека во имя Иисуса Христа. Я молюсь за каждого человека, и я прошу Тебя, Господь, укрепи их в силе. Пускай благословение Твое будет с ними. Даруй чудеса, даруй исцеление, даруй силу Твою. Пускай прямо сейчас придет исцеляющая сила через эту молитву, через этот эфир в жизни людей. Пускай будет чудо, Господь. Я молю Тебя о всяком чуде. Ранами Твоими мы исцелены, мы уповаем на Тебя, и мы знаем, Ты Бог сильный, Ты Бог крепкий. И молитва, Господь, верующего много может, и мы молимся и утверждаем Твою силу. Я прошу Тебя, Боже, благослови каждого человека. Да будет Твоя сила явлена в их судьбах, в их жизнях. Прикосновение Твое будет с каждым во имя Иисуса Христа. Благословляем именем Иисуса Христа. Господь, мы знаем через Слово Твое. Во имя Иисуса Халя Алимпийская. Господь, мы уповаем на Тебя, потому что Ты послал Слово Свое, чтобы мы, Господь, смотрели не на обстоятельства, смотрели на Твое живое Слово. О, да, Господь. Господь, чтобы мы не смотрели на штормы и бури, но знали, что Ты с нами в лодке. Слава, слава, слава тебе. И наша лодка, она переправится, она достигнется конечных рубежей. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты с нами, Духом Своим Святым, Словом Своим, именем Своим. О, да. Ты с нами, Господь. Благослови. И пусть всякое сомнение подкинет нас. И пусть в наших сердцах возрастет вера, упование, надежда. Господь, и пусть в наших сердцах расцветет любовь. Слава, 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 слава. Аллилуйя. Давайте поднимем все руки и скажите вместе со мной, Иисус, Ты мой Господь. Иисус, Ты мой Господь. Я уповаю на Тебя. Я уповаю на Тебя. Я не страшусь и не боюсь. Я не страшусь и не боюсь. Господь, пастырь мой. Господь, пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Я ни в чем не буду нуждаться. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Моя жизнь в Твоих руках. Моя жизнь в Твоих руках. Навсегда. Навсегда. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все скажем Аминь. Слава Господу Иисусу Христу. Мы чувствуем Божье присутствие, радость, атмосфера жизни, любви, Духа Святого. Как прекрасно находиться в присутствии Божьем. Как прекрасно быть вместе с вами в этом общении, дорогие. Мы просто сейчас все здесь тавим в любви, и мы чувствуем любовь Божью, и мы благословляем вас. Вы знаете, Иоанн Креститель, о нем было сказано слово, что он будет великий и будет делать три вещи. Первое, он не будет пить вина. Второе, он будет исполняться Святым Духом. И третье, многих людей приведет к Богу, обратит людей к Богу. Я обращаюсь к вам и умоляю вас, милосердием Божьим, пожалуйста, достигайте людей Евангелию. Проповедуйте Евангелие людям окружающих вас. Не нужно рекламировать церковь. Не пытайтесь рассказать, какая церковь хорошая. Расскажите и познакомьте людей с Богом. Так важно познакомить. Расскажите людям о Спасителе, об Иисусе Христе, тот, который меняет жизни, тот, который меняет сердце. И меняет отношение ко всем вокруг. Иисус это центр нашей жизни. Он будет самой жизни. Кто исповедует имя Господа, то того имя Господь исповедует перед Отцом. Кто не постыдился, мы не стыдимся Его. Мы не стыдимся Господа. Я проехал длинный путь. 23 дня я проповедовал за 23 дня 25 раз. Почти каждый день по 2 часа проповедовал. Встречи, постоянно проповедь и достижение людей. Проповедую Евангелие и со сцены, и вне сцены. Я достигаю людей. Это мое отношение, мой характер. Это моя любовь, это моя жизнь. Я хочу, чтобы люди обращались ко Христу. Благовествуйте Евангелие. Это первый и важнейший пункт для каждого из нас. Достигайте людей Евангелия. Господь сказал, чтобы мы молились, чтобы мы пребывали в Слове Его и исполнялись Духом Святым. И то, что сказал Максим, напомнил нам Священное Писание, чтобы говорить людям о имени Святого. Исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь Духом Святым. Мы молимся на иных языках. Не забывайте этого. Нам нужно молиться на иных языках. Я вас обращаю, прошу, пожалуйста, молитесь на иных языках. Молитесь много. Мы пережили пришествие Духа Святого в своей жизни. Они исполнились. Аллилуйя. На иных языках. И они благовествовали. Слава Богу в силе. Молитесь на иных языках. И сейчас давайте помолимся буквально одну минуточку все вместе. Если здесь есть прославители, музыканты, лидеры, давайте все восславим Господа на иных языках. Аллилуйя. Ка праш тэ кития. Слава тапра такан тэ ки бро стэ кития. Слава тебе, Господь. Величаем тебя. Славим и поклоняемся тебе. Ты прош тэ китэ корон дэ 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 ги вэш тэ кития. Мы славим твое святое имя. Не стыдимся во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Молитесь. 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 На иных языках. Это потрясающе. О, как важно это делать. И, конечно же, изучайте Писание. О, через Писание вы найдете путь жизни. Писание открывает для нас небеса. Христа открывает для нас священное Писание. Как важно нам сегодня, дорогие, больше и больше углубляться в его живое слово. Это слово изменяет наше сердце, наше мышление, нашу внутренность. Это слово переполняет нас. И тогда мы способны нести другим его живое слово. Послушайте, драгоценные люди. Кто сейчас нас смотрит? Вот оно священное Писание. Я вас умоляю милосердием Христовым. Читайте его. Изучайте. Через него откроется Господь каждому из нас. Господь сокрыл себя в слове. И если хотите познать его, он есть слово. Хлеб счетчик с небес. И оно дано нам. Не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы быть успешным во всех путях твоих. Дорогие, также для того, чтобы больше укрепляться в слове, иметь сильное общение, помазание, вам необходимо быть на домашних богослужениях. В среде недели обязательно узнайте, где возле вас проходит домашнее богослужение. И посетите эти богослужения. Станьте частью, частью Дома Божьего в этих служениях. Аллилуйя. Мы любим вас, благословляем. И мы чувствуем такая хорошая атмосфера радости, любви. И мы хотим благословить вас. И мы просто вот как будто находимся там, среди вас. И расстояние не имеет никакого значения. Такое присутствие Божье. Такое соединение. Аминь. Пусть Господь укрепит вас и благословит вас. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя. Да обратит Господь лицо своем на тебя. И даст тебе мир. И все громко скажем. Аминь. Дайте аплодисменты Иисусу. Он достоин. Аминь, аминь, аминь. Слава, слава, слава Господу. Аминь. Драгоценные. Драгоценные. Сегодня с вами был Максим. И Лариса. Наше время подходит к концу. Но мы верим, что мы вместе и мы многое можем сделать. Не забывайте благовествовать Евангелие другим людям. Расскажите другим о Христе. Расскажите, что сделал Христос в вашей жизни. Познакомьте их с Богом. Молитесь на иных языках. Благовествуйте. Читайте Писание. Участвуйте в служениях церкви. И увидите, как Бог коснется вашей жизни. Усильте молитву за спасение своих родных и близких. Усильте. И не бойтесь человека. Что может сделать вам человек, если Господь тебя защищает? Аминь, аминь, аминь. Мы любим вас, церковь. Благословляем. Я скоро приеду и ожидаю встречи с вами. Если вы едете со мной в Израиль, я так буду рад с вами поехать в Израиль. Это будет просто потрясающе. Поехали с нами в Израиль. Ну что ж, мы благословляем вас, любим и ценим. Хранит вас Господь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. С Богом, дорогие. Всем пока. Будьте благословенны. Спасибо. Спасибо.